Баттл Кэннивал 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 Моей бабушке Алисы, поэтому можно будет их использовать сейчас, чтобы она приносила мне еще больше денег. И еще, пока я доходил до этого места вновь, с самого начала, мне несколько раз выпали какие-то прикольные артефакты. Один артефакт увеличивает прирост денег на 10%, а второй артефакт позволяет баррикаде ремонтироваться на 10% быстрее. И да, баррикаду я сейчас не прокачивал, потому что я прокачивал своих бойцов, своих солдат. И они настолько жестко валят зомбарей, что мне баррикада, в принципе, пока и не требуется. Такс, ну и давайте, наверное, все-таки построим этот третий этаж, хотя он на самом деле является четвертым. Окей, и теперь я смогу еще раз увеличить численность своего отряда. Правда, наверное, новые бойцы будут очень дорого стоить. 40 миллионов стоит мистер Ким. Это, видимо, какой-то азиат, и у него тоже винтовка М16, он практически точно такой же, как и я. Азиат скопировал меня? Нет, у него Калашников. Ну, это тоже на самом деле очень даже неплохо. Но почему-то опять он стреляет медленно. Это Роза стреляет из МП-40 медленно, теперь Ким медленно стреляет. Ребята, у вас же, черт возьми, у тебя автомат, ты должен варить из него, будь здоров. Ведь количество выстрелов в минуту у Калашникова очень большое. Я не знаю, какое, но я знаю, что большое. Ладно, плевать. Раз ты такой лентяй и не хочешь тратить патроны лишний раз, это твое дело. Хотя, с другой стороны, наверное, в этом есть смысл. Он бережет каждую пулю и старается выпустить ее максимально точно. Поэтому он стреляет так редко. Ну, например, вот эта вот бабуся, я не знаю, откуда она берет постоянно бутылки с зажигательной смесью, но она, видите, не жидится. Она стреляет ими гораздо быстрее, чем этот чувак валит из Калаша. Ну, или хотя бы примерно так же. Но так быть не должно. А нет, все-таки немного медленнее. Давайте все это дело немного ускорим. Так, все, что-то я заболтался. Нужно построить еще одного товарища. Это будет Гарри, который кидает бомбы. И мне кажется, он будет примерно равносилен моей бабушке, кидающей зажигательные смеси. То есть теперь у меня есть два бойца, которые бьют по площади. И площадь взрыва динамита должна быть гораздо больше. Но пока проверить это сложно, потому что до этого места зомби просто-напросто не доходят. Они слишком слабые. Окей, переходим дальше. Покупаем еще одного бойца. Это у нас будет Оскар. Полицейский с револьвером. Надеюсь, в руках у него револьвер калибра Magnum. Чтобы он мог просто-напросто с одного выстрела взрывать зомбарям головы. Было бы круто. И атака у него ни много ни мало. 40 миллионов. 40 миллионов. Друзья, у босса последнего было, по-моему, здоровье 2 или 3 миллиона. У босса. Оскар стреляет по 40 миллионов. Давайте посмотрим, сколько здоровья будет у этого. 25 миллионов. Просто один выстрел, и зомби погибает. Кстати, зомби постоянно становятся все больше, больше и больше. Окей, это, конечно, все здорово. Можно было бы прокачивать своих бойцов. Но, пожалуй, сейчас я буду делать упор на что-нибудь другое. На новых бойцов мы с вами взглянули. Взглянули. Это было интересно. Теперь нужно посмотреть на остальные прокачки, которые я еще пока не прокачивал. Например. Все-таки я, наверное, могу себе пару раз позволить прокачать баррикаду. Она сейчас выглядит как бетонная стена. А если я буду прокачивать ее дальше, она будет выглядеть как что? Как стена из шлакоблоков, что ли? Ну, шлакоблоки, они совсем хрупкие. Я не знаю, как они помогут защититься от зомби. Не, ну, понятно, что помогут. И обычная кирпичная стена бы помогла. Но шлакоблоки явно хуже бетонна. Ну, да ладно. Возможно, здесь какой-то магический шлакоблок. Черт его знает. Но ведь это шлакоблоки же, да? Ничего не путаю. Ну, вроде бы да. Хорошо. Баррикаду мы прокачали, по-моему, на максимум, да? Да, смотрите. Больше баррикаду просто на... Ага! Ага! Я потратил уже миллиарды на ее прокачку. Вот в чем дело. А не миллионы. Понятненько, понятненько. Надо бы прокачать тогда свою бабушку, чтобы она приносила немножечко больше денег. Потому что денег у меня становится мало. И, возможно, даже есть смысл активировать один раз ускорение. Посмотрите, у меня 11 алмазиков. И, думаю, даже больше. Даже 13. И, думаю, я могу это сделать хотя бы разок. Такс. Прокачка у нас находится здесь. Давай, бабуся. Покажи настоящий класс. По 59 миллионов она приносит за тик. Дикая, дикая, дикая бабка. Самая жесткая бабка на свете. Не, ну ты классная, бабуся. Если бы еще тебя можно было заставить... Эм... Доставать для меня деньги, бабуся. Потому что занятие бабуси это добывать деньги в этом мире. Бабуси именно для этого здесь и нужны. Иначе бабуся была бы просто абузой. Она медленно передвигается. От зомби она убежать не сможет. Поэтому все правильно. Пускай она собирает бабки. Хорошо. Денег у меня уже 2 с лишним миллиарда. Но все равно этого мало. Вон, у зомби уже 40 миллионов здоровья. Но все равно он слабый. Почему вы не докидываете свои взрывные устройства до зомбаря большого? Тут же никого не бывает практически никогда. Ладно, надо двигаться быстрее. Откуда у меня появилась светошумовая граната? Я же вроде бы ее не прокачивал. Это странно. Ладно, что у нас еще есть? Давайте прокачаем ремонт баррикады немного на всякий случай. Мало ли что может случиться. Боевой дух я прокачал. Посмотрите. Он увеличил урон всех на 3 миллиона. Здорово. Конструкцию я не могу прокачать. Потому что она слишком дорого стоит. Автогон я тоже прокачивать не буду. И я понял, что делает вот этот вот чирап. Он увеличивает скорость стрельбы всех моих бойцов. Поэтому да, в этом есть смысл в этой прокачке. Установим несколько мин. Давайте посмотрим, как они работают. А где, собственно говоря, мины? Ааа, она устанавливается возле баррикады непосредственно. Ясненько. Немного бесполезная прокачка на данный момент. Это мы прокачивать не будем. И зачем нам хил? Хил будет восстанавливать, я так думаю, тоже баррикаду. Но ведь у нас есть ремонт баррикады. Не вижу логики. Давайте прокачаем немного отряд на всякий случай. Опять же, в Алале появится какой-то гигантский зомби. И я хочу купить вот этот вот трак. Который стоит 150. Точнее, необходим 150 уровень нашего питера. Дабы можно было купить этот трак. Но окей. А какого уровня у меня питер на данный момент? Я вроде бы его неплохо прокачивал. 111-го. Но давайте прокачаем. А теперь придется ждать, пока бабуся снова принесет деньги. А достойного сопротивления я так и не встретил. Зомби я убил уже несколько тысяч стопудово. Потому что я время от времени отходил от компьютера. Чтобы, в общем-то, бабуся приносила деньги. Если бы я сидел и кликал, я бы потратил очень много времени. Поэтому я в это время занимался чем-то другим. Кушал, например. Ведь нужно было восстановить свой прогресс, елки-метелки. Я столько потратил сил, столько потратил времени и алмазиков. Если бы я начал сначала, думаю, вы бы меня тоже не простили. Такс. Хил качать не будем. Бонус к удаче. Это все понятно. И, 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 и. Вот что я хочу прокачать. Да, 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 да. Это нам тоже пригодится. Окей, теперь у нас 356 миллионов в хранилище. Здорово. Нюк использовать я больше не буду. Я один раз уже ошибся. И больше такой ошибки я, надеюсь, не допущу. Только если случайно смогу туда нажать. Но, надеюсь, не смогу даже случайно я туда нажать. Такс, давайте прокачаем. Эх, используем наши алмазики, активируем. И сейчас я активирую бонус еще к тому же. Чтоб моя бабуська приносила больше бабок. Мне нужны уже реально триллионы. Это очень много. И появилась книга, которая увеличивает атаку всех моих бойцов на 4%. Здорово. Наконец-таки начали выпадать артефакты. Когда я проходил игру первый раз, дошел до 20 уровня. За все это время не выпало ни одного артефакта, друзья. И это достаточно плохо. Такс, хорошо. Бабусь, сейчас я тебя снова накормлю препаратами, чтобы ты немного ускорилась. Ну как немного. В 10 раз это все-таки довольно-таки много. Давай, бабулька, может прокачать тебя стоит, а за деньги, которые ты мне приносишь? Все-таки по 59 миллионов, а? Давай, давай, давай. Следующая прокачка стоит 700 лимонов. Жесткая бабуся. Ты просто как черная дыра. В тебя вливаешь, вливаешь деньги, вливаешь, вливаешь. И тебе все мало и мало, мало и мало. Ты хочешь больше, больше, больше. Жадная бабка. Ох, жадная бабка. Сейчас, одну секунду, друзья. Я тут, я тут, я тут. Ничего страшного не случилось. Я еще раз прокачиваю бабку и снова активирую ускорение. И, друзья, пожалуйста, не забывайте писать в комментариях, какие игры мне еще стоит попробовать. Потому что самому искать реально очень-очень сложно. А вместе с вами мы подберем что-нибудь годное. Это будет нравиться вам, так как вы это мне порекомендовали. И, надеюсь, это понравится мне. И давайте сделаем так. Если вы видите игру, и вы хотите написать ту же самую игру, просто поставьте лайк под комментатором, под комментом предыдущим. Если там игра, в которую вы хотите, чтобы я поиграл. Чтобы не было большого количества комментариев, чтобы вы выводили в топ те игры, в которые нужно поиграть. То есть, тупо выводите комментарии в топ. Ну, понятно. А то слишком много опять херни наговорил. Смысл можно было передать за несколько слов. Ну, я немного больше слов использовал. Ничего страшного. А главное, что смысл все-таки передал. Так, давайте активируем бабусеньку нашу любимую. И, может быть, стоит ее еще раз прокачать. Или уже начать прокачивать Питера, а? Даже и не знаю. Даже и не знаю, друзья. Так, бонус у меня хоть останется, а? При переходе на следующий уровень. Да, он все еще активирован. Слава богу. Было бы печально, если бы он дезактивировался. Два алмазика все-таки на дороге не валяются. Это очень много. И добываются они сложно. По 100 лимонов. Смотрите. 100, 100, 100, 100. А прокачка Питера стоит уже по 200 лимонов. 240, 270. А мне нужен 150 уровень, чтобы купить этот чудо-поезд. Да уж, да уж, да уж. Может, стоит снова использовать алмазики, да? Ммм, смотрите. Я докачал Питера до 120 уровня. И мне за это подарили много-много ресурсов. Которые я, разумеется, потрачу на бабуленьку. На бабусечку. Бабусечка, на! Пожалуйста, сегодня я тебя прямо кормлю какими-то таблитосами. Главное, там, бабусь, не умри. Не переусердствуй. Я, конечно, использую тебя как ломовую лошадь. Но все же, черт побери. Бабуся, по-другому никак. Если ты умрешь, после тебя останется величайший след на теле человечества. Тебя будут помнить всегда. Ты войдешь в историю, бабуська. Тебе будут возводить памятники после того, как зомби апокалипсис закончится. Так что, бабуся, не переживай. Все у тебя будет хорошо. Все у тебя будет здорово. Ты моя лучшая бабуська. Такс. Что еще можно вкачать, друзья? Ага. Триллионы уже стоит следующий этаж. Триллионы. Шесть с третью. Офигенно. Дорого. Может скорость прокачать. Но опять же она стоит офигенно много. Миллиардов. Эх. Я даже один миллиард с трудом-то добиваю. Сколько придется потратить времени, чтобы заработать вот эти суммы? Очень, видимо, много. Ладно, давайте пару раз прокачаем лечку. Я не знаю, зачем она все-таки нужна. До сих пор, видимо, благодаря ей будут быстрее восстанавливаться баррикады. Но опять же, в этом нет логики. И ведь я прокачиваю, черт побери. Ну, вы знаете, что я прокачиваю восстановление баррикады. Короче, не знаю, друзья, что это за фигня. И толком я не понимаю, как работает вот этот вот арсенал мой. Хранилище. И зачем оно нужно? Может быть и не стоит его прокачивать, а? И да, давайте сейчас, в следующем дне, попробуем использовать свето-шумовую гранату. Мне интересно, к чему она приведет. И что будет с зомби? Ну, давайте, поехали. Жук. Вот. Понятно. Все зомби просто на какое-то время останавливаются, ослепляются. Но мне непонятно, почему мои солдаты не ослеплены были. Мм? Что это за читерство солдаты? И, кстати, гранату можно будет использовать достаточно часто. Это читерство против боссов. Это охрененно эффективное оружие. К тому же, у меня есть отряд. И можно установить еще одну мину. А нет, мину новую поставить нельзя, пока установлено эта. Ну, она как раз-таки у меня будет храниться до какого-нибудь мощного босса. Не знаю, появится ли сегодня мощный босс. Надеюсь, все-таки, что да. Да. А я пока вкачиваю бабусю. Давайте вкачаем ее еще раз. И опять накормим таблетосами. Давай, бабусечка. Чуть-чуточку осталось. Пожалуйста. И будешь мне приносить, ну, просто миллиарды. За один тик. Хорошо. Так. Как это вообще называется, а, штуковина? Просто лупа. Странно. Ну, в принципе, если посмотреть на эту лупу, все становится на свои места. Бабуся на самом деле не печет пирожки. Она никому ничего не продает. Она не делает никаких вкладов. Она просто ходит и ищет эти деньги по разрушенному городу. Скорее всего, мы находимся в каком-нибудь крутом мегаполисе, где крутились большие деньги. Именно поэтому бабуся всегда может мне подарить пару-тройку миллиардов долларов. Спасибо, бабуська. А с помощью лупы она начинает искать в 10 раз эффективнее. Жестко. Нет, серьезно. Надо, наверное, найти какую-то бабульку, всучить ей лупу и пускай добывает для меня миллиарды. Я был бы доволен, я был бы счастлив. Я бы даже этой бабусе, может быть, что-нибудь купил бы, если был бы очень добрым. Хе-хе-хе. Такс, ну все, это херня. Окей, что, еще раз использовать, а? Бонус. Ну, давайте используем, почему бы и нет. Такс, все. Все, Алиса моя начинает валить очень жестко, очень быстро, а я ее в этом время буду еще немного прокачивать. И, наверное, все-таки в этом уровне мы уже не сможем посмотреть на новый этаж. Сделаем мы это в следующей серии, если, естественно, вы захотите эту следующую серию увидеть. Ну, логично же. Такс, давайте... Оу, 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 это зомби-строитель, но он уже был. Или зомби-пожарный, ведь у него есть топор пожарный с красным лезвием. Да, скорее всего, это был зомби-пожарный. Такс, прокачали еще раз бабульку. И, думаю, на 27-м дне можно пока остановиться, друзья. Продолжим мы с вами в следующий раз. Я еще без вас немножечко заработаю денег, и потом мы вместе посмотрим на новые прокачки и как будет выглядеть моя база. Ну, а с вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за внимание, друзья, за просмотр. До новых встреч, всем удачи и всем пока.